Мы говорим о развитии агротуризма на Кубани. Сегодня наш собеседник начальник управления развития внутреннего туризма Министерства курортов туризма Олимпийского наследия Краснодарского края Георгий Груша. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, агротуризм. Интереснейшее направление туристической деятельности. Расскажите изначально, что вообще он у себя представляет? Агротуризм – это такой вид отдыха, вид туризма, который подразумевает отдых туристов, развлечения на сельских территориях, либо на территориях и объектах, связанных с сельскохозяйственным производством. Этот вид туризма довольно популярен и за рубежом, в том числе родоначальником его была Европа. Чуть позже он пришел в Россию и, соответственно, на Кубань. Для России сегодня это достаточно новое и такое быстро развивающееся направление. Даже для сравнения есть статистика, которая говорит о том, что из общего турботока количество туристов, предпочитающих такой вид отдыха, даже не предпочитающих, выбирающих уже сегодня, голосующих рублем за этот вид отдыха, составляет всего 2%. От регионов он варьируется, где-то доходит до 5%. А если мы берем для сравнения ту же Европу, то там этот вид туризма занимает долю порядка 30%. То есть, как мы видим, здесь потенциал для роста, он достаточно большой. И мы, собственно, в Краснодарском крае видим этот потенциал и очень рассчитываем на то, что этот сегмент будет расти из года в год. Почему Краснодарский край выбрал для развития этот вид туризма? Если видно, что он еще достаточно молод, может быть, мы еще не очень опытны. Чем было обусловлено вот это все? Если немножко в историю вопроса заглянуть, то первые такие задатки к развитию этого направления были заложены еще в 2014 году, когда в наше краевое законодательство было введено, соответственно, понятие сельский аграрный туризм. Это было таким первым шагом. Далее уже в 2017 году была разработана единая концепция региональная. По развитию данного направления в концепции были заложены все основные направления. И формы поддержки, и приоритеты, и, собственно, общее видение, то, как должен развиваться сельский аграрный туризм. Почему на него был сделан акцент? Ну, во-первых, это очевидно. Кубань у нас всегда являлась не только здравницей, все знают наши пляжи, курорты, но и, собственно, житницей. То есть мы регион, производящий большое количество сельскохозяйственной продукции, экологически чистой продукции. И вот, понимая эти два наших конкурентных преимущества, собственно, из этого был сделан вывод о том, что на их стыке как раз и может родиться этот вид туризма, и здесь виден большой потенциал для роста. Собственно, кроме всего прочего, Кубань же это, прежде всего, обширные сельские территории, не только наши города. Эти сельские территории обладают, кроме географических преимуществ, еще и историческими, этнографическими, поскольку на Кубани, например, в отличие от, может быть, той же Европы или других регионов России, наш сельский аграрный туризм, он приправлен этнографией. То есть здесь мы, наши туристы, прежде всего, не только пробуют, дегустируют продукцию, выращенную на нашей территории, не только пробуют наши напитки, блюда, но, собственно, и погружаются в атмосферу, в наши традиции, обычаи, нашу казачью культуру, культуру других народов, проживающих на Кубани, а их более 150, как мы знаем. Поэтому весь вот этот комплекс таких наших преимуществ региональных, он, наверное, породил эту инициативу, которая в дальнейшем переросла уже в мощное направление по развитию сельского аграрного туризма. Немножечко заострим внимание на концепции развития агротуризма. Когда ее разрабатывали, руководствовались опытом все-таки европейских стран? Прежде всего был взят опыт других регионов, которые, может быть, на тот момент уже стали на эти рельсы. Конечно, смотрели опыт европейских стран, Франции, в том числе разрабатывалась она под эгидой министерства. Министерство здесь курортов и туризма играло такую ведущую роль, но, безусловно, всю начинку, всю специфику прорабатывало экспертное сообщество. То есть у нас в регионе и в России достаточно большое уже количество общественных организаций, организаций, занимающихся непосредственно развитием данного направления. И на тот момент уже были первые объекты, занимающиеся агротуризмом. Собственно, вот с участием этого экспертного сообщества, общественного совета при министерстве, вот эти специалисты и помогали нам делать эту концепцию и расставлять правильные приоритеты. А представители аграриев, вы спрашивали? Конечно, да. Готовы они оказались вообще к развитию этого направления? Да, безусловно. Ведь агротуризм, он достаточно многогранен. То есть для некоторых это основной вид бизнеса, для некоторых объектов. Но для большинства, как вы правильно сказали, это аграрии. То есть в первую очередь это те предприятия, те фермеры, крестьянско-фермерские хозяйства, которые зарабатывают в первую очередь на сельскохозяйственном производстве. Но эти аграрии, они в рамках своего развития увидели для себя потенциал и это новое направление, и взяли его как дополнительное. То есть сегодня многие объекты, а их уже на Кубани более ста, многие объекты, они как раз выросли из таких вот фермерских хозяйств, крестьянских хозяйств, которые в качестве дополнительного заработка начали потихоньку привлекать туристов. Со временем это, соответственно, переросло уже, стало на такие более серьезные рельсы, переросло в бизнес. И многие из этих объектов уже сейчас в первую очередь себя позиционируют как объекты агротуризма, и уже во вторую очередь как производители сельскохозяйственной продукции. Вы говорите, больше ста объектов. А какие направления в основном? Вот в чем, наверное, преимущество, прелесть агротуризма, он очень разнообразен. И в частности у нас на Кубани. То есть нет каких-то выделяющихся направлений? Есть, конечно, направления, но их очень много, и каждый турист может выбрать для себя, исходя из своих предпочтений. Давайте можем загибать пальцы, да? Это и производитель винограда и вина. Это и чаеводы. У нас самый северный чай в мире, и, соответственно, наши чайные плантации. Есть несколько объектов, которые позволяют туристам даже участвовать в процессе сбора чая. И потом уже его дегустации. Это и конные фермы с конными прогулками. Это и фермы по производству молочных, молочно-кислых продуктов. Козьи фермы. Это и, если мы говорим про море, здесь у нас есть улиточные фермы, устричные фермы, которые также принимают туристов, проводят экскурсии, дегустации предоставляют. Это и производители яблок, малины, клубники и так далее. То есть тут каждый по своему предпочтению, по своему вкусу, может выбрать то направление агротуризма, о котором мы по душе. Не стоит забывать и про этнографию, то есть сельские объекты, которые работают и позиционируют нашу казачью культуру. Это и знаменитый комплекс «Наш Атамань», один из крупнейших этнографических комплексов в России. Это и более малые объекты. Например, в Барховецком районе есть объект «Казачий остров», который показывает именно казачью культуру, быт, который был на нашей территории век, два века назад. Поэтому разнообразие большое. Тут, как говорится, что кому по душе и что кому на вкус. Мы любого туриста готовы принять радушно и удовлетворить все его потребности и желания. Хорошо. А что чаще всего выбирают туристы? Ну, я скажу так. Из опыта последних лет, мы мониторим рынок, анализируем его. Одним из трендов все-таки является энергострономическое направление в агротуризме, в частности, вины туризма. Да, дегустации. Наши, например, объекты винного туризма, они дают не только дегустации, там очень интересные рассказы об истории вина, о том, как продобрать правильно энергострономическую пару в соответствии с сорта, с определенным продуктом. Плюс практически все эти винодельни, они кроме своего основного продукта еще предлагают продегустировать и приобрести продукты местных фермеров. То есть те специалитеты местные, региональные продукты, которые выращены, произведены непосредственно здесь же у нас на Кубани, рядом с тем же виноградом, из которого сделана, собственно, вся эта продукция. Поэтому я бы выделил, наверное, исходя из трендов последних лет, именно вот это направление. Гастрономическое, я понимаю. Причем, знаете, самое интересное, что, опять же, исходя из аналитики и статистики, именно это направление популярно в основном представителям прекрасной половины человечества. То есть среди женщин, девушек, это направление пользуется большей популярностью среди мужчин. Но это показывает опросы. Интересно. Ну, то есть с животноводством пока как-то мало, да, желающих? Я так понимаю, что им же могут дать попробовать, прочувствовать, как это все делается на практике. Ну, почему же мало желающих? Я бы так не сказал. Например, у нас есть замечательные козьи фермы, которые, как вы правильно сказали, прямо на практике все желающие, туристы могут поучаствовать и поучиться процессу дойки той же козы, допустим. Ну, опять же, все зависит от потребителя и от его, от целевой аудитории. Если мы говорим об аудитории женщин среднего возраста, допустим, то это одно направление, одно гастрономическое. Если мы говорим о семьях с детьми, то здесь как раз в большей популярности пользуются контактные зоопарки, и в том числе вот такие фермы, где можно посмотреть на курочку, на козочку, на барашка. В общем, поскольку многие дети, особенно городские дети, в том числе и города Краснодара, да, уже город-миллионник, многие из них не видели этих животных своими глазами, и это прекрасная возможность и отдохнуть родителям, и, собственно, детям провести время с такими вот культурно-познавательными целями и тоже получить массу эмоций. Я правильно понимаю, что это вот выглядит так? То есть приезжает, допустим, ну, условно говоря, семья в какое-то фермерское хозяйство, да, и несколько дней там живет. Вот как раньше там на каникулы к бабушкам приезжали в деревню, да. Вот здесь то же самое, только им предоставляется возможность почувствовать себя в какой-то мере тем же фермером, да. То есть они могут встать с утра пораньше, пойти, подоить эту козочку, да, условно говоря, потом выполнить еще какие-то обязанности. Или люди просто приезжают, там, наслаждаются, там, чистым воздухом, гуляют, кушают, спят. Вот должна же быть какая-то фишка в агротуризме. То есть если он приехал там на ферму животноводческую, он должен научиться что-то делать, да, ну, не просто же там отдохнуть. Есть такое? Вы абсолютно правы. Есть разные предложения. То есть у вас уже прямо разработанные туры, да, имеются? Конечно. Есть и туры комплексные, которые предусматривают посещение нескольких объектов. То есть, допустим, это тур там на несколько дней, в рамках которого посещается несколько районов, края с различными объектами. Там сочетаются именно объекты животноводства с объектами, допустим, там того же виноделия. И в том числе разные объекты по-разному функционируют. Многие работают в качестве таких дневных объектов посещения. То есть туда можно приехать утром, провести там весь день. И вечером уехать. Опять же, поучаствовать в различных работах, в дойке, там покормить коров, условно, поучаствовать в сборе винограда, в сборе клубники. И вечером, да, уехать. Есть объекты, которые функционируют, в том числе и с ночевкой, где можно приехать на два, на три дня остаться, утром встать пораньше, поучаствовать, там выпить парного молока в различных сельскохозяйственных работах. То есть, опять же, зависит от предпочтений туриста, от его свободного времени. Кому-то нравится приезжать в субботний выходной день, погулять с семьей и уехать обратно в город Краснодар или в город Ростов к себе домой. Кто-то любит более продолжительные туры, соответственно, предложения есть в том числе и для них. А вот к фермерам, которые решили поучаствовать и стать объектом агротуризма, тоже ведь наверняка предъявляются какие-то требования. Но, условно говоря, им же нужно расширять тоже инфраструктуру, да, свою там, людей размещать на ночлег, там, предоставлять им какие-то там тоже условия бытовые. Есть какие-то требования к ним? Ну, безусловно, есть определенный перечень, скажем так, базовых требований, базовых условий, я бы их назвал, для приема туристов. Конечно, просто ферма, которая вчера занималась только производством молока, она завтра же не станет объектом агротуризма, и не сможет там провести экскурсию хотя бы по своему предприятию. Безусловно, это нужны определенные требования с точки зрения СНОПИД надзора, с точки зрения требований Роспотребнадзора, вот, но и, опять же, с точки зрения комфорта и удобства туристов, это нужны, как минимум, реклама, да, чтобы о тебе узнали как объекте туристского показа, а не только как о производителе. Это определенные входные группы, если этот объект на открытом воздухе находятся, дорожки по территории, парковки, определенные точки питания, либо на самом объекте, либо в непосредственной близости, если сам объект не предоставляет такие услуги. Если предусматривается размещение, то, соответственно, размещение. Для фермера, который решил встать на этот путь, и как дополнительный доход для себя видит именно развитие в области агротуризма, необходимы определенные затраты и определенные усилия, прежде всего, в том числе, наверное, и усилия креативные, как подчеркнуть именно свой объект, найти свою фишку, привлечь. Да, потому что фермы... Активные они были с самого начала, и любые долго еще раскачивались. Те, которые именно будут интересны туристу, с точки зрения времяпрепровождения, их гораздо меньше, и здесь нужно, конечно, подумать и приложить определенные усилия для того, чтобы, собственно, привлечь туристов на свою территорию. Ну что ж, спасибо вам большое за беседу. Всего доброго. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова